Всем привет, это второй дайджест F-лиги и, судя по всему, первый просто вас разорвал. Целых два положительных комментария, так держать. И давайте уже к делу, а если точнее, к первому дивизиону зоны Юг, где Мосплитка играла с зарядом. И смотрите, с чего начинается матч. Защитник заряда элегантно отдает мяч пяткой соперникам, но те не забивают в пустые. А вот уже и Яна Шанина из заряда выводит на пустые, и тот не промахивается. Мосплитка пыталась сделать красиво, и если издевательский гол Киматшо Муминшоева можно назвать красивым, то у команды это вышло. Далее случилась игра рукой, на которую судья не отреагировал. Конечно, игроки заряда просили арбитра назначить пенальти, но тот этого не сделал. Но поверьте мне, скоро фортуна исправит эту несправедливость. Ну а пока предлагаю вам сыграть в игру. Итак, идет атака на ворота Мосплитки. Неудачная подача, которую перехватывает вратарь. Что он сделает дальше? Вариант А. Ударит по воротам соперника и застанет вратаря врасплох. Б. Выкинет мяч своему игроку вперед, а тот забьет. В. Неудачно введет мяч, за что будет наказан соперником. И Г. Начнет спорить с судьей и получит красную. Итак, правильный ответ. На самом деле тут нет правильного ответа. Из всех возможных вариантов вратарь выбрал самый невозможный. 2-1. Вот вам и карма за непоставленные пенальти. Во втором тайме Владислав Архипов отыграл мяч для Мосплитки. И долго еще коллективы стеснялись на что-то большее, пока Павел Голанов не решил забить пяткой. Голевое решение от Голанова. Мы такое любим. И источник знакомой ситуации сообщил, что за этот гол игрока прозвали маленьким кудесником мяча. Ну, насчет кудесника окей. Ну, где они увидели маленького, непонятно. Но гол со штрафного Киманшова-Меншоева испортил праздник заряду. Счет 3-3. И двигаемся к результатам других матчей. Манчестер Юнайтед выиграл у Гройтера Фюрта со счетом 8-2. В матче Эвертон-Чарльтон-Моу была напряженная борьба. Причем игрок Эвертона Павел Аратюнян забил покер. Вот посмотрите, как это было. Ну и вот она таблица первого дивизиона Юга. Ознакомьтесь и давайте уже ко второму дивизиону. Второй южный дивизион можно было бы назвать Бундеслигой, если бы не Яндекс Тимс, Солнцевый парк и Лориан. Остальные команды носят немецкие названия. Вот и в матче Санкт-Паули-Гамбург все было принципиально. Все быстро завелось, причем как принято с обеих сторон. Если бы на поле разложили маты, получилась бы неплохая тренировка по самбу. Ведь игроки команд пытались друг друга уронить или еще что-то друг с другом сделать. Читалось все-таки, что команды сублимируют голы в жесткую игру. Но всю эту психологическую дребедень прервал гол Александра Барабанова, который вывел Гамбург вперед. Аутсайдера прошу заметить. И вот теперь Санкт-Паули начал доставать ударами вратаря Гамбурга. Но Гамбург не растерялся, перехватил мяч и направил его вперед к нападающему, который решил сохранить интригу в этом матче. И кажется зря, за две минуты до конца игры забил Владислав Посохов из Санкт-Паули. И вот она последняя атака Санкт-Паули при счете 1-1. Гамбург отбивается и забирает мяч. Удар с центра поля и... и 1-1. Разошлись немцы миром. Другим результатом матчей дивизиона. Здесь вторая команда Гройтер Фюрт одолела Кёльц со счетом 4-1. С Кантерп Юнайтед выиграл 5-4 у Кайзер Слаутерна. Шальке Б проиграла 0-13 Лориано. И Солнцево Парк разделалась Яндекс Тим. А вот и таблица, которая выглядит следующим образом. А теперь о первом дивизионе зоны Восток. Здесь Эгреси бодалась с Леоном. На второй минуте матча недалеко от линии аута уронили игрока Эгреси. Судья дал продолжить, а значит и дал забить Леону. Счет открыл Артем Севастьянов. Следующая атака и вот тебе Эгреси второй. Теперь это Антона Николаева, который нашелся под эту классную передачу. Эгреси отвечала, но примерно так же, как я у доски в школе. У меня были проблемы с логарифмами, а у Эгреси то с силой, то с точностью ударов. А затем и с защитой. Вот Леон и воспользовался прореха и забил третий Филипп Минаков. Однако почти сразу ответный забил Петр Коваленко. Но гол этот стал лишь перерывчиком между первой и второй Филиппа Минакова. 4-1. Уникальный гол, неподражаемый Филипп с одной буквой П на конце. Где бы вы еще такое увидели? А далее вот такой перекат мяча с одного края поля на другой. Передача в штрафную и там гол без особого сопротивления. 5-1 разгром в первом тайме. Вернее 5-2. Петр Коваленко успел отквитать второй гол. И на перерыв в Эгреси уходил разбитым. И казалось, что только тренер знал, как все исправить. И в начале второго тайма его команда отыграла один гол. Евгений Егорышев это сделал. Затем Михаил Решетняк оформил шестой для Леона. И знаете, однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Разумеется, он выиграл спор. Это же мать его Эрнест Хемингуэй. Но дожил бы он до матча Леон Эгреси, этот рассказ бы выглядел так. Продаются футбольные ботиночки, ношенные футболистом Леона. Его команда не смогла выиграть, ведя 5-1. Да, Эгреси сравняла. Хитрик Петра Коваленко, лонгшот Максима Алиева. И гол Евгения Егорышева за минуту до конца матча. 6-6, обидно ничья для Леона, ведь клуб потерял первую строчку в таблице. И, кстати, вот что было в других матчах. Аланья Ревизор выиграла со счетом 14-4 у футбольной академии Журавлева. Спартак проиграл Бенфике 3-4. Бристоль Сити 8 забил Соколу. Сокол ответил всего лишь одним голом. А Спортинг Идеал выиграл у Арсенала Тулы 5-1. В этом матче серьезную травму получил игрок тульского Арсенала Страмцов Никита. Пожелаем ему скорейшего выздоровления и переходим к таблице. Во втором восточном дивизионе Рома Б принимала Белую Гвардию. Матч между явным фаворитом и аутсайдером получился интереснее, чем ожидалось. Причем Белая Гвардия играла весь матч в Семером. Первый гол забил игрок Рома Егор Путинцев. Или Путинцев. Ну в любом случае президентский гол. Путинцев и его команда хорошо начали. После первого успеха даже попытались сблизиться со вторым голом ворота соперника. Но тем не менее не смогли вовремя уйти, сесть в защиту. И вот неудачная скидка Путинцева на вратаря. И тот выводит Ростислава Костюка 1-0 с воротами. Рома Б продолжала играть высоко. И этим воспользовался Артем Язвинский. Игрок Белой Гвардии совершил своеобразный брусиловский прорыв в штрафную соперника. А учитывая то, что под конец жизни брусилов стал красным, прорыв можно назвать красно-белым. 2-1, аутсайдер впереди. Думаете, Рома сделала выводы? Как бы не так. Опять заброс на Костюка. И тот снова забивает. Путинцев проиграл ему честную гонку за мяч, хоть и был на нем первый. А вратарь не выручил, и мяч вернулся в родную гавань в третий раз. И тут казалось, что Костюк собирается преклонить колено перед жертвами его ударов. Поворотом, но нет, он решил прилечь, поскольку начался перерыв. И пока Белая Гвардия в синей форме валялась на поле битвы, римляне в Белом разрабатывали стратегию противодействия забросом от белогвардейцев. Видимо, реально что-то придумали, потому что забили гол в начале тайма. Опять абсолютно непонятно, что происходит на поле, но очевидно, что без магии Хогвардса здесь не обошлось. Действительно, забросом от Белой Гвардии наступил конец. Теперь команда разыгрывала мяч низом. Так и забила свой четвертый гол Денис Волков. После этого белогвардейцы разбили укрепленный лагерь на своей половине, куда норовились прорваться римляне. Дальными ударами они пытались застать вратаря врасплох. И достали. Глеб Тултибаев стрельнул низом. Галкипер не успел хорошо прыгнуть. Ну и дальше вот такой двойной отскок. И статистика голов Глеба Тултибаева в этом матче тоже удвоилась. Друзья, в конце матча между Белой Гвардией и Ромой нашу славную лигу посетил Роберто Карлос. Он совершил подачу в штрафную, которую никто не смог принять. Все-таки любитель играет, не стоит забывать. Подача была перехвачена, и Рома выходила в контратаку 3 в 2. И тут не поверите, вслед за Роберто Карлосом на поле появился Альваро Марата. Он исполнил удар в своем фирменном стиле, тактически верно смутив соперника ударом в перекладину с нескольких метров. А затем, когда соперник был дезориентирован ударом, Рома снова нагрянула с атакой. 5-4, Рома камбэкнула и все еще делит первое место в таблице Спорту, который обыграл Зюльт и Варигем со счетом 9-5. В параллельных матчах Спортс выиграл 8-2 у Севильи, Скиф Мото сыграл в ничью с Айнтрахтом 3-3, а Бордо выиграла у Ривьеры 5-2. По северу сегодня коротко, хотя там было сегодня самое принципиальное дерби. Дух провинции против Москвы. Друзья, но в Голливуде такого не придумают. И москвичи проиграли провинциалам, хотя капитан периферийного коллектива Георгий Волжин заявил, что игра была непростой. Первый тайм мы забили на 29-й минуте, хотя на игру ехали с мыслью о том, что будем забивать много. Объективно просто играли, по сути, лидеры чемпионата с аутсайдерами. Однако сопротивление, которое мы встретили от Москвы, ну оно меня, оно нас всех повергло в шок. Хорошо, что во втором тайме я и мои ребята смогли включиться и забить свое. Что насчет первого западного дивизиона, то здесь такие результаты. Ипсвич выиграл 2-1 у Астон Виллы, Вестерн Эдж разгромил Глазго Рейджер со счетом 13-0, Искра забила 3 против 2 Фулхэма, и Шеффилд Юнайтед проиграл со счетом 1-3 Халл Сити. А таблица на сегодняшний день вот такая, Вестерн Эдж все еще в погоне за Ипсвичем. Все еще зона запад, но только второй дивизион. Здесь прошел матч между первым и вторым местом в турнирной таблице. Ресурс против Мидлсбро. Но в этом матче ресурс пропустил уже на второй минуте. Первый удар вратаря отбил перед собой, а второй Дамир Имамендинов уже не простил. Затем ресурс отыгрался, но штрафтом Тимур Наурузов перехитрил всех и ударил в ближний угол. А здесь же и привоз от вратаря Мидлсбро. Неточный пас и вот уже 2-1 забил Сергей Кутузов. Теперь уже привез игрок ресурсы. Денис Баранцев сравнял счет. Но вот Кутузов снова выводит команду вперед, а затем и закрепляет лидерство команды в этом матче и в целом дивизионе. 4-2, ресурс сохраняет первую строчку, Мидлсбро падает на третью. А второе место занимает Таурус, который расправился с Инферно со счетом 5-2. Тоттенхэм Юнайтед сыграл с Эвертом 2 в ничью 1-1. Портсмут проиграл 2-5 Юнайтед оф Манчестер. Предаторы в очередной раз уступили, на этот раз Нью-Каслу. И на этом все. Следите за Эвлигой, играйте здесь в футбол и до следующей недели. Субтитры сделал DimaTorzok